Если мы идем по линии, что Рабин понял, осознал проблему Осло, то значит, что произошло? Приходит осознание, что партнера нет, что не нашел цепару. И вот это осознание, оно как раз пришло к Рабину, если мы по этой линии идем. И дальше он понимает, что нужно откатить назад, то есть от того, что поняли, что вовне нечего искать, некого искать, это еще не означает, что не нужен распил. Что в каком-то смысле, если мы идем по линии вот этой, то, что сказал тут глава Мураши, что убийство Рабина это и есть в биении Машеха Бан-Юсефа, на фоне раскола. А раскол возникает, потому что на сторону пошел. Понятно, что когда Адам идет на сторону с этими животными, Хава не может сидеть спокойно, она протестует против этого. Да? То есть внутри возникает раскол. А Ау еще не было, когда она пошла? Она была внутри, так сказать, в зачастливом состоянии. В зависимом состоянии. Она, наверное, могла? Исторически мы видим, что так, исторически был протест против соглашения Осло, который ни к чему не привел, потому что он был инфантилен. Он был инфантилен, это, так сказать, там Зуарцейну выступила, так сказать, и поняла, что протест деструктивен, потому что нет альтернативы, нужно построить альтернативу. Что это за альтернатива? Это и есть Хава? Это и есть построение альтернативы? Альтернативы нет. Что толку, что ты протестуешь? Ну, протестуй. А что ты предлагаешь? А ничего. Правильно? То есть вот этот процесс, то есть какое-то бурление, так сказать, пошло. Да, пожалуй. Но построение альтернативы не состоялось. И для того, чтобы оно состоялось, нужен распил. Ну да, бурьки были, но не кипело. Ну вот как ты рассказываешь, это все равно все неизбежно. Да, получается, что да. Распил – это процесс, который приходит свыше. Мы не можем, так сказать, ему никак противостоять. Наложили сон, все. Мы не можем не стараться. Скажем так, стараться нужно создавать альтернативу. То есть нужно понимать, что это болезненный процесс. И нужно понимать, что вот эта Хава, которую создают тем самым, ее нужно построить. Она рождается в виде ребенка. Она до сих пор полностью зависела от Адама. Она была его частью. Он полностью ее подавлял. Она не была отдельным существом. Она не обладала свободой воли. А теперь вдруг она оказывается отдельно. И она как ребенок. Она должна встать на ноги. Она должна вырасти. Она должна понять, что она хочет. Она должна понимать, в какую сторону тянуть. Понимаешь? Ну, а я думаю, что она должна понять... А, куда Адама? Она должна понять, куда. Куда направить? Не надо дамы тянуть, а сюда к вам подталкивать. Подталкивать. То есть нужно быть правильным. Нет, и соним. А, да. Да. По пределу. И вот тырку тянут, тырку тянут. Что там может появиться? Вот. То есть понимаете, вот тут мы видим связку, я что пытаюсь сказать, связку вот этого Машеха Баньосефа, который осознает, осознает, что мы находимся на грани, как бы, катастрофы, да, и пытается предотвратить, и идет на какое-то самопожертвование, да, а катастрофы, это распил, собственно, да, а ему не дают, его убивают. Ему не дают, потому что распил объективно нужен. Понимаете, что происходит? Он пытался воспрепятствовать, потому что он понял, что он сделал глупость, да, что он пошел не туда, и он пытается откатить на зал, он пытается воспрепятствовать, а его убивают, потому что желание-то у него хорошее, но объективно нужно их распилить для того, чтобы они развернулись лицом к лицу. Понимаете, да. Соответственно, есть на чем подумать. Если бы он продолжал отдавать, то вы не убили. А? Если бы он продолжал отдавать. Его бы не убили, конечно. Его бы не препятствовали. Конечно, да, это само собой, да. Да. Ну тогда бы он не был... Если бы он продолжал отдавать, Перес бы его не контролировал и не притащил бы его навстречу. Этот Моцей Шабад. Нет, потому что, пожалуйста, у корца он должен был продолжать притворить Оскова. Не, ну не обязательно, как бы... У каждого своего... Осло затормозилось все равно. Осло затормозили по-любому. Пришел Биби и затормозил Осло. Но есть разница. Ну, мы сейчас спекулируем, конечно. Но подумайте, представьте себе, что, предположим, Рабин взял бы, там, скрутил Переса за глотку, да, и сказал бы, все, я отменяю все. Я отменяю Осло, откатываем назад. Вы понимаете, что Рабина фактически нельзя было остановить иначе. Левые не могли его остановить, потому что он был человек-легенда. Он был символом левых. Если он говорит, что Осло не годится, то что могут после этого сказать левые? Все. Он как бы ставит крест на этом процессе. Единственное, что его можно было сделать, это его заткнуть. Понимаете? Ну, Крюшн, что-то собирался откатить назад. Он мог не продолжать, но уж прямо... Хорошо. Значит, я не знаю, до какой степени радикальности он мог дойти. Понимаешь, но мне понятно, что Биби не мог себе позволить то, что мог себе позволить Рабин. Биби продолжала давать еврон и так далее. То есть Биби пытался там тихо, как-то так, всяк наперекосяк. Рабин мог себе позволить пойти в лоб. Просто сказать, все, я оставлю на этом точку, посмотрите, что творится. Вот то, что ты говоришь, что он выступил в ООН и сказал про неделимый Иерусалим. Он мог запросто взять все это ООН через колено. Ну, это все спекуляция, как понятно. Но я имею в виду, что с точки зрения своего положения он мог себе это позволить. И левым нечего было ему противопоставить, потому что он как бы плоть от плоти. Если уж он это говорит, то что левые, по сравнению с ним? Они же все, кто вообще такие, если сам Рабин? То есть это для них была реальная угроза. Я имею в виду не... Или он был ненадежный. Ну, как и для эволюции, да? Может, он даже не хотел никого сказать, он еще ненадежный человек, с точки зрения, может быть, недостаточно циничный. Ну, да, то есть он предал общее дело, как бы они начали этот новый Ближний Восток, там, и так далее. Вдруг Рабин заортачился. Ну, извини, как бы так дела не делаются. Нет, но я... Это менее интересно, как бы это все мелкие, так сказать, дрязги их между собой, так сказать. Интереснее, как бы, смотреть на исторический процесс. То есть я имею в виду, что Осло в любом случае затормозили. Не одним способом, так другим. Не этот самый, не Рабин, так Натани Агус. Осло все равно затормозили. А поняли, что нету партнера. И все, и на этом этот процесс останавливается. Да, причем обратите внимание, кто это сказал вслух, что нету партнера? Реально. Я думаю, что Шарон. Потому что Биби отдавал Хеврон, и он не мог сказать, что нет партнера. Он сжал руку. Потом пришел Барак, и он тоже этого, естественно, не говорил. Он, естественно, продвигал все, что только мог. Правильно? И только потом Шарон сказал, что нет партнера, и поэтому размежевание было односторонним. Понимаете? То есть прошло куча лет, пока Шарон произнес это вслух. То, до чего Рабин дошел. Ну, не он один, прямо скажем. Вот. Но, понимаете, да? То есть занял кучу лет, пока сказали, что нет партнера. Ну, получается такая грустная история, что у нас есть какие-то наши внутренние взаимно непонятки. Мы не можем развернуться лицом к лицу, так сказать. И из-за этого нас распиливают. Это такой процесс, как бы, свыше, да, жесткий. Что на его фоне все препятствия разметаются. Для того, чтобы дать ему дорогу. Понимаете? Да, но не получается. Не получается. Не, ну, теоретически, да. Не знаю. Оптимистичный тот, я уже сказал. Птицу, но птицу не рассек. В конце концов, все будет хорошо. Вся эта насера... Да, все метро. Вся эта насера делается для того, чтобы развернулись, наконец, лицом к лицу. И все будут довольны. Все вроде развернулись. А вот они и все. Нет, мы думали, нам только кажется, что мы развернулись. Теперь смотрите. Мне кажется завтра левого какого-то. Смотрите. Смотрите. Сначала мы его спили. Нет, вы были бы... Смотри на меня. Нет, обратитесь к высшим ценностям. Например, к муманизму. Я не знаю, кушки, шмушки и всякое. Есть такие левые движения, очень хорошо. Очень хорошие. Я думаю, что это будет и богом. Что левый, кого она хочет взять с меднего в лицо, то ее начальник. Зачем это закончится? Я не люблю. Вот. Смотрите. В результате все будет хорошо. Кроме того, Зор нам говорит, что раз кровь не пойдет, будет вода. Так что все хорошо. Да. Все нормально. Бояться не надо. То есть кровь уже не останется. А сейчас вода это поток. А? Вода это поток. Нет, нет. Вода это поток. Вода это поток. Вода это поток. Я сейчас пообещал, что поток больше не будет. Да. Не бойтесь.